всем привет такая вот модель у меня сегодня ремонте не работающий тач сломанный сейчас мы с вами его попробуем заменить ни разу не менял huawei ascent g630 и так вот так тачскрин на него обычный тонкий стекло с разъемом проклеены с двух сторон пластиком двустороннего скотча на нем нету придется проклеивать и так разбираем ни разу не разбирался смартфон это меня радует одинаковые винты все черного цвета довольно много винтов так смотрим задняя крышка по ходу снимается вот так вот она задняя крышка что у нас здесь есть антенны модуль bluetooth вай фай антенки тоже на нем нижний динамик так смотрим ищем разъем ищем разъем тачскрина я думаю что вот это он давайте проверим вставляем застегиваем включаем не реагирует я думаю реагирует проверяю нижние кнопки нижние кнопки реагирует вроде тупил вначале давайте проверим не очень удобно конечно а 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 не очень понятно мне попробуем вот так вот они появились кнопки реагирует давайте попробуем сообщение по моему все нормально выключаем не попал еще раз выключаем счет такая долгая проверочка у нас получилось включаем стекло так здесь нам придется снимать системную плату в любом случае отключаем все разъемы включаем все разъемы в первую очередь конечно же разъем батареи винтик два одинаковых винта широких это они у нас держали рамку батарейную вот это вот убираем смотрим где защелки вот она из них отстегиваем снимаем системную плату так вот здесь у нас находится разъем тачскрина причем заклеены антистатиком давайте переклеим сразу драйвер залит компаундом на оригинальном стекле тачскрине так далее я сейчас поставлю на сепаратор сепаратор у меня и после этого продолжим снимать 100 градусов и выставляю ставлю на паузу продолжаю снимать друзья 98 градусов почти финиш в принципе уже можно снимать новый сепаратор я приобрел такой вот с камерами для отделения стекла вот допустим если вам нужно заменить дисплей на перед этим необходимости от стекло вот очень удобен вогревать сепаратор сейчас здесь треснутое стекло у меня да здесь не получится его снять потому что воздух зайдет так накладываешь на одну из камер в зависимости от размера в камере создается разряжение зацепила видите и таким вот образом потихоньку можете отделить рамку с дисплеем от стекла стекло останется сам на самой камере не будем сейчас это делать можно снять лопаткой в данном случае и так очень удобно нажимаете на кнопочку здесь создается разряжение то же самое экран стекло присасывается к сепаратору и то есть становится неподвижен и можно просто леской снять стекло и так погрели снимаем стекло снимаем стекло и так и так и так вот Стараюсь не касаться дисплея. Здесь уже можно догреть феном. Добавляем феном. Сняли. Прокладку желательно было бы перенести на новый тачскрин. Избежание касания тачскрин с дисплеем. Сейчас я ее переклею. Итак друзья, сейчас я поставлю на паузу. Проклею дисплей как обычно. Обычным скотчем 3М. Как я делаю у всех практически видео. Тачскрин, рамку. Весь этот скотч удаляйте. То же самое проклеивайте. И после этого продолжим снимать. Я пока наклею прокладку и проклею рамку с тачскрином. Итак, продолжаем снимать. Вот я все проклеил. Все готово. Миллиметровый скотч 3М. Как следует, напряжите его на поверхность, к которой вы его приклеили. Полностью по всему периметру. Пальцы на стекле старайтесь не оставлять. Чтобы не делать потом лишнюю работу, удаляем бумажки. Прокладку я наклеил. Вот она у меня. И то же самое на рамке. И то же самое на рамке. Сверху я ничего не клеил, ни к стеклу, ни к рамке. Потому что достаточно хорошо сохранился скотч. Родной, оригинальный. Вот. Сейчас мы его просто нагреем и на него уже посадим. Поверьте, нет ничего лучше оригинального скотча. Удаляем пыль. Так, вот здесь умудрился поставить отпечаток. Аккуратно удаляем. Тоже самое со стеклом. Не забудьте снять вот эту вот металлическую хрень с верхнего динамика. Вставим ее на новое стекло. Вставляем шлейф в отверстие тачскрина и аккуратно опускаем поверхность. Вроде бы пылинки не попали. Касаний нету. Все нормально. Можно немного прессануть. Удобнее делать, конечно, когда телефон уже собран. Так, вставляем системную плату. Собираем телефон. Так, этот шлейф у нас крепится вот сюда. Тут есть такие вот два отверстия, которые вставляются в пазы. Далее устанавливаем системную плату. Разъем верхнего модуля. Застегиваем. Разъем тачскрина. Так, здесь у нас батарейка с двумя винтами. Не забудьте два широких винта, которые держали у нас. Так, вот здесь у меня что-то не село. А, вот она, вот этот паз. Пазы вот эти вот. Здесь один, а вот с этой стороны другой. Камера. Также просидитесь за тем, чтобы не осталось пыли в камере. Бывает такое тоже очень часто. Собираешь телефон, меняешь стекло, ну там, что бы то ни было. Закручиваешь, потом смотришь, пыль осталась. Приходится разбирать. Снова и снова. Так. Другой стороной не ставлю. Можно застегнуть батарею. После того, как застегнули батарею, обращайте внимание на то, как вы работаете с системной платой, чтобы не дай бог что-то замкнуть металлическим инструментом. Либо сначала собирайте, потом уже застегивайте. Просто в данной модели по-другому не получится. Итак, смотрим, где у нас были эти винты маленькие. Вот здесь у нас были длинные. Значит, вот здесь у нас были короткие. Один. И второй у нас был вот здесь. Закрутили, соединили батарею. Так. Проверьте, чтобы все сидело. Нормально, ничего не болталось. Ставим заднюю рамку. Можно включить телефон, пока будем закручивать. Итак, друзья, собираю телефон. Винты все одинаковые. Можем, в принципе, не заморачиваться. Покажу еще раз модельку. Так. Телефон загрузился. Как видите, все нормально. Вначале, я думал, что стекло не работает, потому что что-то он подглючил, наверное, загружался. И так, друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Всем удачи в работе. До новых встреч.